Я возьму буквально пару минут Я не похож на итальянца Это кому? Это не меня? Это моим поклонникам Я со своей командой, с ребятами, с поварами, кондитерами Вы всегда можете видеть, что мы здесь работаем по чесноку И всегда для вас Поэтому лишний раз спасибо вам за ваше поздравление в наш адрес Ну и мы обязательно поздравим вас, что вы год вместе с нами Спасибо! Вы за ужином после напиваешь или нет? С утра только На ужин нельзя Вечер, праздник, шутки, смех Счет бокалом не ведется А кому-то завтрак цель В ранний час вставать придется Поэтому нет, лучше не с утра С утра выпил целый день свободен, а вечером нет Вот Ну что, как всегда, многие из вас, наших постоянных гостей Вы знаете, что я здесь люблю устраивать кулинарные батлы То есть готовить Безумно люблю готовить со звездами И сегодня, опять же, как всегда Красивая, хорошая девушка Домохозяйка Мы сегодня будем с тобой разбираться Какие кулинарные предпочтения Я? Хозяйка? Нет? Нет Нет Сегодня я первый раз, можно сказать, что оказалась вот в таких условиях А, в таких первый раз условиях? Да Ну и тогда тебе придется отмутаться с самым интересным и вкусным блюдом Это тартар из тунца с глакамоли из авокадо Это такой кухня А я для вас, уважаемые гости, сегодня приготовлю вместе с самой надежной техникой Немецким качеством это браун Я сегодня для вас буду готовить томатное гаспачо Ну и вот итальянская еда, такая итальянская кухня без томатного гаспачо И, конечно же, я вам покажу еще самый вкуснейший, самый легкий, самый быстрый, прошу заметить, лимонад из ананаса Знаете, почему самый быстрый? Потому что соковыжималка браун, на которой я буду сегодня готовить, она выжимает лимонад Один черный фарточек, но он просто черный, ввиду того, что на кухне принято быть в черной фарте Давайте, давайте Это же все-таки гоня Пятин крови от тунца Да, нет, пятин не будет, но он все уже подготовлен Ты ему может сказать привет, 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 привет Сейчас мы тебя съедим Можно даже по испанскому рассказать, потому что русского вряд ли понимают Да, Юль, ну, на самом деле, все очень просто Ты берешь штунец, нож, доска Ты начни Аптека, библиотека, фонарь А, я начинаю, хорошо, я тебе помогу Все очень просто, мы берем... Да я даже в перчатках, а я с голыми руками, почему так, это неправильно А, хорошо, вот давай, Владика Опс, мы тебя сейчас тоже отнимем Ну, чтобы наши гости немножко не заскучали, пока мы с тобой здесь готовимся Уважаемые гости, вы готовы принять участие в нашей беспромышной лотерее? Да или нет? Да Ага, вот все, вот так вот, да Спасибо Это один, и, соответственно, это второй Ну, так вот, хорошо, мы с вами начинаем без брошенную лотерею Значит, первый лот Уверю, что у тебя все получится И сейчас ты готовишь Да, значит, нарезаешь раз, два, три Друзья, давайте поддержим Юлю в этом сложном труде Ну, ладно, пока... Это сложно, поскольку Не, он, да, он не сложный, легко Я всегда говорил, работать на кухне Работа на кухне доставляет радость и удовольствие Ну да Вот ты что-нибудь дома готовишь? Да Ну, что-то Ну, пожалуйста Честно? Ничего такого всего? Кроме хлопья Кроме хлопья с утра Знаешь, я люблю сладкое лотерее, в большом количестве Я готовлю шпаловку Я готовлю ледовик Очень прилично Со сметаной, кстати А говоришь, ты умеешь готовить, ты не хозяйка Говоришь, ты не хозяйка Могу сделать вкус на млек Вот Вот, правда, всякие сухые, подливки, как я сделала на млек Ну, я тебя научу Вообще, вот, чем чаще ходить в Лучано, тем больше научиться готовить Потому что мы здесь постоянно в выходные дни, в семейные дни проводим очень много кулинарных мастер-классов Конечно Конечно Я постоянно здесь, либо на голубых экранах Кстати, чтобы мы с вами не заскучали, мне хочется с вами, точнее, для вас разыграть очень интересный лот сегодняшних призов Вот, это моя книжка вместе с моим товарищем, коллегой Купки настоящих мужчин Пиво Берешь, закладываешь на сухарь, добавляешь соль, перец, оливковая масса Ну, а я пока для вас буду готовить томатное гаспачо Я готовлю его с помощью техники браун, а точнее вот такого прекрасного блендера Который, посмотрите, он очень мощный и самое главное, что немаловажно в наше время, стильный Итак, я взял лёд фрапе Теперь мне надо добавить протёртые помидоры Это очень распространённые помидоры, такие называются пилати, либо мути Точнее, это пальчиковый помидор и собственный сахар Самую малую, самую малую И томатное гаспачо, томатное гаспачо всегда освежает Вкус помидора Чеснок чувствуется, но на грани Кто-нибудь хочет попробовать? Да, очень вкусно Хорошо Ну, ты прям на всех приготовил, молодец Тебе берём небольшое количество оливкового масла Поливаем всю эту историю оливковым маслом Теперь вперёд немножко солим Немножко солим? Да, ну немножко Это много уже Ещё, 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 ещё Оп, вот теперь солим Достаточно? Да Теперь добавляем немножко перца Немножко солим А, вот так вот Наверное, раз в 10 Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик Вот Теперь всё хорошо перемешивай И мы с тобой оставляем этот тунец, чтобы он немножко подмариновался Именно оливковое масло и в этих специях И пока он будет стоять подмариноваться, мы с тобой начнём готовить буакамоле Буакамоле, вообще, на самом деле, это из латиноамериканской кухни Это, скажем так, пюре из авто Не знаю, что возможно Нет, всё знать невозможно Нет, не всё Но много Ну, не знаю Вот как ты запоминаешь все свои песни? А я вот так же запоминаю все свои музыки Ну да Да Так, всё, оставляем И это пока оставляем, чтобы это у нас чуть подмариновалось И мы с тобой начинаем заниматься приготовлением Это острый спайси Это острый спайси Нам нужен, понадобится лайм Нам понадобится несколько авокадо И, конечно же, наш чили перец Классический Это не халатвей Нет, нет, нет Это простой европейский чили перец Он не слишком ядрён, но всё-таки Значит, нам с тобой для буакамоли понадобятся Вяленые помидоры Сокло, чили перец Авокадо Оливковое масло Немножко чесночка И, конечно же, браун Кстати, уважаемые друзья Офигенная штука Смотрите, браун Беспроводной Как с ним удобно работать База стоит, как телефон Зарядился И потом ты ходишь, и он у тебя работает сам по себе Хотите ещё разыграть призы? Получить точнее Да Молодцы Вот теперь такой, вот знаете Близ-вопросы, близ-ответы Связаны с итальянской кухней И связаны с русской, скажем так С русским общепитом, русской кухней Потому что всё параллельно Расшифровать близ-вопрос можно следующим образом Кто хочет очень просто ответить, но простой вопрос Получить что-то из замечательной техники, брау Сейчас ваш известный час Итак, мы с вами разыграем как раз вот такой вот актинг Поэтому мы сразу добавляем небольшое количество сока лайма Теперь Одну тридцать Вот скажем я, одну тридцать Одна шестая Чили перца И его миленько вот так вот Вот так отбежь А потом его миленько Вот так вот немножко поруби и добавь сюда И всё вот так туда Так, пока Юля делает гуакамон из авокадо Мне хочется сделать для вас с помощью шикарной соковыжималки Хочется сделать ананасовый лимонад Точнее лимонад из ананаса с руколой Мы всё-таки опять же отдаём предпочтение итальянской кухне Мы же здесь находимся в Лучано И всё как всегда итальянский Кстати, будем готовить на ананасовый лимонад И беру свежую руку Добавляю её так же сюда И начинаю из неё уже выжимать сок Какая тряная получается у нас вкусняк Какая тряная получится у нас вкусняк Добавляем актив Хочешь попробовать, знаешь как с Браун весело работать? Вот смотри Картошку можно не чистить вместе с Браун Она получается, сразу будет только. Я пускаю на всякий случай, уважаемые наши курицы, мы готовим лимонад. Лимонад из ананаса и рукавы. И так, все, выключили пуск, пока обгопнем. Тем временем, значит, авокадо, сок лайма, оливковое масло, белый помидор. Добавлял? Да, добавлял. Немножко добавляем все-таки чесночка. Это самое-самое малость, чеснок. Константин, то, что вы вначале сказали, что вы здесь готовите по чесноту, это имелось в виду, что практически в любом блюде... Чеснок. В любом блюде это чеснок. Вот, смотри, видишь, какую прекрасную возможность нам дает Браун. На, попробуй сама. Нажимаешь все? Да, теперь ты нажимаешь одновременно эту и эту, да. Опа, видишь, смотри, он сам переодевается. Беспроводной, сейчас вообще не надо. Как в детских играх с чайстиком. Только просто раз и... Стоп! Стоп! Вот, да. Теперь это открывается. Берется ложка и вот так вот верхняя туда чуть-чуть, да. Опа. Так, тем самым я сделал сок, как вам уже говорил, ананасами и из ананаса и луковы. Добавляю графины со льдом Фраппе. Добавляю небольшое количество сахарного суропчика. Круче. Вообще, я же, вы чувствуете. Хотя попробуй. Я могу ошибаться, но это, наверное, знаменитый кулакамолик. Да, да, да. Это оно и есть. Супер. Я перемешиваю. А можно мне маленький шокик? Ну-ка. Перед тем, как давать гостям, я сам попробую. Ну-ка, Кир. А? Очень. Очень вкусно. Можно, можно? А, ну давайте, да. Я... Мы берем, мы берем тарелку. Нет, чили нам уже больше не нужно. Смотри, мы берем тарелку. Ставим ее сюда. Вот теперь берешь, перемешиваешь. Это все сюда. Нет, 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 нет. Мы делаем с тобой красоту. Вот это вот, да. Закладываешь ее сюда в формочку. Вот это вот, да. Закладываешь ее сюда в формочку. Вот, да. Вот. Стругайся на нож. Да, да. Чтобы она прям по центру была. Вот, подождите. Теперь остановись. И она немножко утромкует. Утромкует все. То есть тут и ложки вот там. Вот, я думаю, что этого будет достаточно. Мы с тобой сделаем одно, а потом еще раз сделаем. Так, не-не-не, еще больше вот так вот ложкой. Вот так вот. Да, вот ромбовый. Значит, отлично получается итальянская кухня. Да. Ну это такое, это даже, да, не чистая Италия, но это такое интересное. Это такой итальянский фьюжн. Потому что здесь несколько стилей. Здесь тунец, здесь лакомоль. И у нас будет такой кунжутный соус. Такой азиатский. Пока у нас с тобой вся эта история тромковывается. Мы берем ложку. И вот здесь вот кунжутный соус. Который делается на соединение многих продуктов. Главное, черкутник. И безумно, так красиво. Ну, это вы как-то. Кстати, вы расскажите нам стекрет. Стекретного рецепта, да, соуса. Соус это старая японская традиция. Это ухицукан, это мерин. Это сахар, это кунжутные семья и соевый соус. Все это варится и охлаждается. А теперь смотри, мы сюда берем, поднимаем. У вас чай есть чай. Ну, это еще не все. Что-то нужно сейчас вот этим помнить. Да, надо сделать кмельнички. Кмельнички. Кмельнички делать? Нет. Смотри, ну, песочница была. Да. Играла. Посмотри, берем ложку, да. То есть берем другую ложку. И вот так вот. Раз, два. И у нас такая штучка получается. Я ей порцию сорву, а попробую теперь сама сделать. А пока Юля старается, мы заглянем еще вблиз. Нет, посмотри. Так, подожди. Давай, я сейчас подержу Юля. О! Нет, теперь в другую сторону. Что-то она тебе как-то размоклась. Я не могу. О! 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 Это, как сами видите, это кмеля в стиле Юлии Волковой. Это не простая кмеля, как вы привыкли видеть каждое утро. И вот смотри. Вот сюда мы с тобой вот эту гуакамони выкладываем. Все, достаточно. Кухня должна быть... Блюдо, конечно, должно быть красивое и степичное. И теперь сделаем красиво вот так вот сверху. листочком базилика. Все. Ну, давай мы с тобой сделаем заключающий штрих, красивый. Какая итальянская кухня без... Да, ты вот туда... О-о-о-о. О-о-о, офигенно у тебя получилось. Вот. Я теперь прям... Да, перебираю. Во-о-о. Давай, я дышу. Все, все. Все, убирай. Все. Готово. Снимаем! Поаплодируем! Поаплодируем! Что же получилось? Я могу сказать, что Юля очень хорошая ученика. Я всегда говорю, что талантливый человек талантлив во всем. Талантливая певица и талантливый кулинар. Соответственно, это тартар из тунца, с гуакамоли и авокадо. И кунжуты. Маслом. И маслом тоже. И соусом. Кстати, кто хочет получить и съесть вот этот шикарный от Юлия рецепт? Я задам вопрос, а вы на него ответьте. Согласны? Очень простой. Как всегда, Блиц очень быстро. То есть, это место, которое находится на Броте в Лодомбассе. Сплетни. Да. Я обязательно приду, и мы с тобой посплетничаем. Обязательно. С большим удовольствием. Так вот, друзья, давайте поаплодируем компанию Браун, которая помогла организовать сегодняшний кулинарный поединок. Константин Кимлин, Юлия Волкова. Ваши аплодисменты. Ну что ж, и сейчас у нас будет один из самых приятных моментов для Казы, я думаю, друзья, для вас тоже. А именно, вручение подарков. И для того, чтобы вручить подарки от Браун, я хочу пригласить на эту импровизированную сцену. Руководители группы подправки. Руководители группы подправки. Я специально обычные люди на эту импровизированную сцену. Мы вам дарим. Вы такая яркая, такая красивая. Поэтому, да, что-то очень вкусно. Что-то очень вкусно. Вашу красоту. Мы вам дарим вот этот вот отличный фен. Вот. Пользуйтесь. Наслаждайтесь. И будьте такой же красивой. Ну и, соответственно, все знают, что сейчас у нас весна. Вот. И мы не можем просто не подарить вам нашу новую сокомыжималку. Вот. Чтобы вы выжимали все соки, не болели. И были всегда такие красивые, яркие и звездные. Поздравляю вас! Круто! Ура! Спасибо! Ура! 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 А вас бы хотели, конечно, поздравить с днем рождения. Спасибо, подарки. И нам кое-что перепало. Ура! Константин, ну и вам, конечно же, как главному шеф-повару. Кинжало. Кинжало. Президенту федерации компании Золингер. Тоже такой вот замечательный подарок. Золингер. Жму руку от них. Друзья, давайте поаплатируем. Аплодисменты. 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 Подарки от наших постоянных партнеров. Мульти-брендовый магазин Fashion Studio. Также преподносят нашим гостям подарки. И для вручения призов я хотел бы пригласить всех очаровательных представителей Fashion Studio. Сюда, друзья, давайте им тоже поаплодируем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Инкрустированная яшмой. Константин. Вы сильны в камнях? Я буду силён скоро. Отлично.